На протяжении нескольких недель в Хасавюрте ведутся работы по ремонту дорожных покрытий. На данный момент 20-25% проделываемой работы уже завершены. Реконструкциями дорожного покрытия занимаются три подрядные организации, такие как Общество с ограниченной ответственностью АБУК, ТЭМП и ИНИ. Многие улицы нуждаются лишь в ямочных ремонтах, но на некоторых улицах проводится работа по укладке сплошного асфальтобетонного покрытия. Задействованы свыше одной десятки единиц спецтехники и более 20 рабочих. По словам главного инженера Управления коммунального хозяйства Альбека Балаева, все ремонтные работы проходят по плану, без каких-либо сложностей. Сейчас у нас основная задача выполнять именно ямочным ремонтом, и где возможности делать сплошными. Вот у нас еще третий подрядчик, который сейчас работает по Красной улице, Магидово. Вот мы сейчас начали с первого Махачкалинского шоссе, оттуда идем. Уже вырезку сделали, сейчас они начали подготовку под асфальтобетон. Там мы будем все перекрестки ложить сплошным. А потом от Бакинского пойдем сверху на сплошным. Там есть очень много моментов, где надо сплошным ложить. Вот на это у нас запланированы вот эти средства, которые уйдут все на ямочный ремонт по благоустройству городом на сегодняшний день. Но кроме этого у нас есть еще основные работы, которые мы делаем. Батрамурзаево, от РОВД до завода ЖБИ делаем. Инженерную улицу будем делать на сегодняшний день, запланированно тоже. Вот эти улицы тоже у нас основные работы, которые мы должны в этом году выполнить. Понимаете, каждый год у нас идут разные работы. В прошлом году у нас были в основном захвачены улицы, где было сплошными мы делали. А в этом году мы основной упор сделали на ямочный ремонт. Как сообщает специалист Управления коммунального хозяйства, на сегодняшний день администрацией города и Управлением коммунального хозяйства запланировано завершить работы на 27 улицах города, общая площадь которого составляет 15 тысяч квадратов. На улицах Татурбиева, Грозненская, Бароненко, Воробьева и Фабричная уже завершены работы как по ямочным, так и по сплошным покрытиям. Одной из проблем, с которой сталкиваются подрядные организации и руководство УКХ, это самовольное откапывание дорожного покрытия жителями дворовых домовладений. У нас есть большинство граждан такое, что все бегут насчет канализации. Мы начинаем асфальт ложить, они бегут, дайте нам канализацию провести, дайте нам водопровод провести. Потому что, как говорится, все ждут, не знаю, как будто ждут, как будто мы начнем асфальт ложить. Все до этого как будто ждут. Они говорят, о, мы не знали, что вы здесь асфальтировать будете. И потом требуют, чтобы мы им дали раскопку ввести на асфальтобетонное покрытие. Мы этого не можем позволить. Во-первых, канализация у нас в этом году, сама очистные сооружения у нас еще не закончены. Мы не можем дать массовое подключение к канализации всем. Где самое необходимое, да, там даем. Так стараемся как-то воздерживаться от этого, пока не закончим очистные сооружения. Город находится на стадии преобразования. Это заметили и сами жители. Водители автомобильных транспортов выражают благодарность. На данный момент по улице Дербенская ведется активная работа по укладке сплошного покрытия. В своем выступлении Олибек Балаев подчеркнул, что все проводимые работы по укладке асфальтобетонного покрытия будут вестись вплоть до ноября текущего года. Бурлия Цамбиева, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа Пульс.